Я чувствовал себя брошенным и в случае с отцом, и в случае с матерью. С матерью, возможно, это даже было сильнее. В детстве ты нуждаешься в матери больше, чем в ком-либо другом. Что касается одиночества, ну мы одиноки, когда рождаемся и когда умираем. Мы всегда одиноки. Мы одиноки, когда сталкиваемся с болью и с радостью. Нас могут сопровождать, нас могут поддерживать люди, друзья и партнеры могут притупить это чувство. Но я всегда считал, что стою один перед собой. Я так часто чувствовал себя одиноким, даже чаще, чем это обычно бывает. Думаю, это повлияло на то, что я стал тем, кто я есть сегодня. Это экзистенциальное состояние позволило мне писать, творить, потому что оно заставило меня жить в собственном мире. Я могу оставаться в одиночестве долгое время. Одиночество меня не пугает. Я также должен добавить, что до определенного момента мы рождаемся такими. Не все зависит от жизненных обстоятельств. Например, моя мать не была одиноким человеком, в то время как мой отец и я одиноки. Моя мать боялась одиночества. В последние недели своей жизни она говорила мне, «Я не хочу, чтобы ты слишком много оставался один. Ты так похож на своего отца». Я сказал ей, чтобы она не волновалась. Потому что, как бы я ни был одинок, я сильно люблю, и я верю, что это будет моим спасением. У меня самого есть дети.